Инфопресс Здравствуйте! В эфире программа Инфопресс. О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Александр Рассохин. Инфопресс Недовольные принятием схемы нестационарных объектов предприниматели продолжают борьбу за свои права. Бизнесмены встретились с секретарем общественной палаты Тахиром Мамедовым, который пообещал разобраться, не нарушает ли планируемый в городе снос киосков права предпринимателей. Об этом пишут бизнес-новости. Ларешники, в свою очередь, сообщили, что если к середине августа позиция властей не изменится, они вынуждены будут провести запланированный в Москве пикет. По их словам, снос киосков начнется уже в конце лета, и акция в столице – единственный способ повлиять на сложившуюся ситуацию. Каким образом – непонятно. Скорее всего, максимум, что из этого получится – это лишний инфоповод столичным журналистам в очередной раз вспомянуть регион в дурном свете. Инфопресс Попытавший свои политические амбиции ни в одном регионе страны, бизнесмен Александр Лебедев в скором времени может стать кандидатом в мэры Калининграда. Однако, как пишет репортер, Александр Евгеньевич примет комплексное решение позже, так как уход в политику увлечет отказ от бизнеса. Кроме того, Лебедев напомнил, что является депутатом Думы Слободского района и что, цитирую, «ничего за полтора года не наработал». Неудобно перед жителями. Складывается ощущение, что после неудачных попыток баллотироваться в мэры Москвы и Сочи политический голод Александра Евгеньевича слегка приутих. Инфопресс Привычная картина в России. Сначала делаем, после думаем. Вот и проблемный микрорайон Урванцево продолжают сотрясать скандалы, пишут бизнес-новости. Чтобы провести туда водоснабжение, потребуется свыше одного миллиарда рублей. Еще одна неподъемная сумма для городского бюджета. Застройщиков возмущают позиции администрации города. Аукцион провели, землю продали и с рук долой. А кто будет решать вопросы водоснабжения и дорог, неизвестно. Но, как заявил замглавы администрации Алексей Лопаткин, строительство шестой нитки водовода Корчемкино-центр позволит снять напряженность ситуации. Так это или нет, покажет уже самое ближайшее будущее. Однако администрация в ситуации Сурванцево выглядит, как напуганный слепой котенок, который мечется из стороны в сторону, натыкаясь на новые преграды. Инфопресс И напоследок новости благосферы. Видимо, наблюдая за примерами Максима Катца и Веры Кичановой, губернатор Никита Белых решил и в нашем регионе развивать политическую активность среди молодежи. В своем твиттере Никита Юрьевич написал, что в октябре предстоят выборы глав местного самоуправления, поселенческого уровня и депутатов. «Молодежь, выдвигайтесь», – заключил губернатор. Некоторые молодые активисты на это сообщение губернатору ответили, что баллотироваться ранее пытались, однако им дали понять, что те лезут не к своей кормушке. Удачи в делах! Это был Инфопресс с Александром Рассохиным. Инфопресс Продолжение следует...